Продолжение следует... Потом строится комплекс по развитию теннисных центров, плюс у нас здесь два пруда, которые можно привести в порядок. Сейчас пока вывезли весь мусор, который накидали местные жители, которые мы весь собрали, полностью вывезли. И, соответственно, в этом году велодорожка, сюда мы полностью лыжероллерную трассу, которую из Березовой рощи перенесли, мы сюда ее тоже разместим. В общем, все работы до конца ноября должны завершить. Ну а дальше будем парк потихонечку развивать, чтобы он парк зарабатывал. До 1 сентября мы должны бассейн завершить, до дня города, до 15 сентября. Соответственно, работать он будет по трем направлениям. Дети с 9 до 14, с 14 до 17, это опять же спортивная группа дети. Потом с 17 до 24 и с 6 утра и до 9 это жители пролетарского района. Район большой, 150 тысяч жителей, бассейнов нет. Вот будет первый бассейн, который жители смогут пользоваться. Уважаемые жители, давайте начинаем отвечать на вопросы. Дизель поезда, Олексин Новомосковский. От станции Треволочья до 313-го километра, это шатка в Сирене, едет битком на битме людьми. Действительно, вопрос по тарифу и по перевозкам, он такой, самый насущный по тарифу. Вы знаете, что президент Владимир Путин еще в феврале так достаточно жестко реагировал на эту историю. Мы там разбираемся с ними. Они, что называется, занимают иногда, мне кажется, не очень конструктивную позицию. Но мы будем стоять, что называется, до конца. Почему, если маршрут сохранен, почему они уменьшили количество вагонов, Максим Ильич? Надежда Анатольевна, центральная пригородная пассажирская компания, которая производит все перевозки по области, Тульской области, должна была в феврале месяце установить полностью все же дорожное сообщение. Соответственно, по вашему конкретному маршруту я очень вас прошу после встречи подойти ко мне, мы еще раз запишем время и так далее, разберемся, я запишу ваши данные и разберемся, дадим вам результат. У меня просьба, чтобы пресса у нас присутствует в зале, то есть наша региональная сила телепортажа. То, что Надежда Анатольевна проговаривает, подснимите, да, для того, чтобы вы то, что уже показали, и мы всю эту историю еще раз поднимем. Вот хотелось бы, если это возможно, получить какую-то вашу поддержку в отношении того, чтобы эта инициатива все-таки начала работать, существовать и создать настоящую школьную лигу любительства футбола. Ну, в данном случае, конкретно этот проект на создание школьной лиги пока не был грамм. Ну, так надо подавать, подавайте и получите финансовую поддержку на жизнь. Здесь не финансовая поддержка больше интересует, а именно поддержка с точки зрения... Организационная. Организационная. Состав сродской прорабатывайте. Я как раз к нему поближе подошла, я скажу. Хорошо, ну тогда давайте вы с ним пообщайтесь и за две недели дайте совместное предложение. Только что Яковлев нам вчера, по-моему, очень активно рассказывал, как используются все наши плоскостные сооружения, что на них позанималось в прошлом году аж 68 с половиной тысяч человек. Сказали, оптимизация бюджета, и нам не предвидится никакой газификации. Это бывший поселок Бытовки. Проекты нет, мы готовы посчитать. Ну, посчитайте. Посчитаю. Ну, а вы вообще в курсе этой проблемы или нет? Нет, эта проблема, она входила, данный поселок Бытовки входил в программу классификации позаброшенному году. Ну, подожди, а если входил, то это чего считать? Отвечательно. Вы пересчитали. Вы, мне кажется, вы что? Нет, сроки, какие сроки вы займетесь? Мурзин. Я думаю, что до 1 июня мы получим. Откожизируете. И дадите ответ, соответственно, Надежде Михайловне. То есть, если у нас, мы говорим о том, что если у нас до 150 тысяч рублей, соответственно, вы рассматриваете, правильно? Просим посетить наш участок, который уже много лет, где ведется почечная застройка. Хорошо, разрешения на строительство нет. Разрешения на строительство нет. Ведутся работы, соответственно, мы можем расторгнуть к того, что, скорее всего, расторгнуть. Значит, тогда у меня просьба, Марина Анатольевна. Марина Анатольевна, тогда вот после встречи, вот, Парфилов Юрьевич, Юрьевич, вот вы с Гленчановым вместе подъедете. Если работы там ведутся, соответственно, актируйте, привлекайте к административной ответственности. И, соответственно, если не идет нарушение использования земельного участка, то давайте расторгайте договор. Дорогие жители, во-первых, большое спасибо вам за ваше терпение и внимание. Я хочу вас всех поздравить с наступившим Днем Победы, пожелать всем здоровья и успехов. И мы сейчас с коллегами подойдем в холл, ответим на все ваши вопросы. Спасибо. Хорошего вечера.